А в Иркутске что? Совершенно разные вещи, кто бы что ни говорил. Поэтому я имею право идти на выборы, и я требую реализации своего права идти на выборы. Если меня не пускают, я эти выборы не признаю. С этой стороны вопрос, да? Сначала с этой стороны, потом в центр, да? Отписка партия национальности, очевидно, десертно. Вы единоросс. Но если вы не единоросс, то вы смельчака, а представляете кого? Давайте я вам дам микрофон, ближе подойдите. Я вам дам на одну минуту, вы хотите возразить мне, правильно? Поспорить. Нет, 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 давайте не продолжим этим, если вы... Давайте, одна минута дай микрофон, одна минута. Посумеем! Спасибо большое. Алексей, действительно, очень тяжело, наверное, собирать такой народ, и я вам только аплодирую. Молодец. Но знаете, как может получиться, что все это пройдет зря? Нет! И, скорее всего, это подтверждение слов уже Кремль дал, ну, официально сказал, что он сюда не пустит. Папилова сказал, что не пустят. Это факт, но не пустят они вас, скорее всего, туда. Иди домой! Что если... Я вам приглашу на такую тему подумать. Если вы где-нибудь в интервью, не знаю, скажете, что да, неплохо бы занять должность губернатора по карте, так сказать, подточить навыки. Я думаю, это чисто теоретически было бы неплохой сделкой. Почему? Потому что они бы довольны замерзнуть в состояние... Бывали со сделками своими. Я их поддерживаю, всех несогласных. Да вообще! Для вашей... Для вашей... На сцену его! Я понял вопрос. Важная штука же. Правильно он сказал... Он неправильно сказал. Но правильно проиллюстрировал мой самый важный тезис. Вот это же и прозвучало. Ну, чего, ну тебя же все равно не пустят. Ну, Панфилова же сказала. Кремль же же сказала. Ну, не пустят они тебя. Вот, с чем нужно бороться. Ну, не пустят они тебя. Поэтому, ну, давай скажи, что ты хочешь быть, не знаю, губернатором. Или мэром города Ангарска. Или еще кем-то. Подточи свои навыки. Как вас зовут? Как? Борис, мои навыки заточены по максимуму. Они заточены так, что я все могу делать. Я верю в свои силы. Я верю в то, что меня поддерживают куча народа. Я знаю это и вижу. Я не... Этот компромисс мне не подходит. Кто такая Панфилова? Какая-то тетя. Какого-то мопса выпустили путинского. И она говорит мне, ну, нет, все. Ты что, не сделаешь? Иди куда-то в главы сельских администраций. А вы все должны разойтись. Потому что, ну, что, все это зря. Значит, это не зря. И либо мы верим в том, что у нас есть права в нашей стране. Либо мы от них отказываемся. Мы верим или отказываемся? Нет! Вот ответ на вопрос. Дай сюда вот. Да, да, да. Спрашивайте. Вопрос про Забайкальскую таможню. На каждой таможне такая коррупция. Каждая таможня души пистут. То есть присылайте нам материалы об этой коррупции. Мы постараемся что-то сделать. Естественно, мы постараемся делать. Давайте вопрос с этой стороны. По поводу проекта Венера. Проект Венера. Затрудняюсь сказать. Полет на Венеру или что-то другое? Да, вопрос. Скажите, пожалуйста, как я отношусь к экологической ситуации в стране, если у меня плавные изменения. Это вопрос, особенно уместный здесь. Потому что у нас получается какая штука? Там идет речь про Иркутскую область, Бурятию, обязательно возникает Байкал. И мы, как говорим, миллион слов. Какое-то уникальное озеро. Как нам всем повезло. Мы должны гордиться Байкалом. Мы должны его сохранять. Он такой крутой, что если всех чиновников утопить в Байкале, его поверхность поднимется всего лишь на один миллиметр. Вы гордимся Байкалом. Но насколько это расходится с действительностью? Я когда сюда ехал, я читал справку на эту тему. Нужно вынести там миллионы тонн отходов. Денег нет. Китайцы строят китайские гостиницы. Канализации нет. Ничего нет. Поэтому у меня простой здесь подход. Он базируется на опыте других стран. Потерять легко, восстановить почти невозможно. И будет очень-очень дорого. Поэтому я считаю, что экология. На ней просто нельзя экономить. Ну, как бы испортить Байкал за пять лет можно. Давайте пустим еще сюда несколько миллионов туристов. Они построят свои домики. Какие-то рабочие места создадут. Но во что они превратят озеро? Давайте еще ЦБК построим. Такие-то рабочие места есть. Но озеро мы потеряем. Поэтому я считаю, что экология это такая же сфера, на которую не нужно экономить денег. Как образование, как здравоохранение. Но тут на самом деле ничего придумывать не нужно. Есть действующее законодательство. Которое нарушается. Потому что платят взяться. Ты можешь построить любое предприятие. И не делать там очистных сооружений, а просто занести немножко денег, понятно, кому. Та же самая коррупция. Поэтому, когда мы заставим использовать хотя бы нынешние прописанные экологические законы, все заработает. Ставьте с этой стороны. Да. Сложок, поднимайте руку. Отношение к биткоину? Отношение к биткоину? Если у вас есть биткоин, отправляйте их к нам в избирательный счет. Мое отношение к биткоину хорошее. Я считаю, что государство не должно туда лезть. Не должно туда лезть. Это вообще в целом в интернет. Государство не должно лезть. Он прекрасно развивался. И там люди богатели. Одна из немногих индустрий, где зарабатывают обычные нормальные люди, а не олигархи. И все было хорошо, пока государство не влезло. И какая-то такая физиономия нам тебе говорит, мы должны регулировать биткоин. Мы должны регулировать то. Мы должны регулировать все. Мы не должны. Зачем это регулировать? Вам нужно регулировать биткоин? Вы чувствуете, что, я не знаю, от него террористическая угроза леет. Что это какой-то экстремизм. Что какие-то проблемы есть с биткоином. Проблемы есть с дорогами, с пенсиями и с зарплатами. А с биткоином проблемы нет. Как и вообще, как и вообще с интернетом проблемы нет. И одна из важнейших вещей, которую я хочу сделать. Я не хочу этого регулирования интернета. Я не хочу, чтобы людей сажали за клики и лайки. Вы хотите этого? Вот в налогоплательщике вы уполномачиваете полицию бегать за людьми и делать обыски из-за того, что они какой-то пост во Вконташу неправильно написали. Вам нужно это? И мне это не нужно. Я поэтому с большим удовольствием даю одно из моих любимых предвыборных обещаний. Президент Алексей Навальный к чертовой матери разгонит Роскомнадзор. Разборю! Уволю! Всех до единого вредные люди. Я прямо с удовольствием это сделаю. Я приду и повешу объявление, вы все уволены лично. Лично прибью туда. Потому что сборище гармонедов не нужно никакой регулирования. Вопрос! Не слышу. Автопром! С автопромом! Что мы будем делать с автопромом? Ну, совсем распустить не получится. Потому что огромное количество людей там зарабатывают. У них рабочие места. Но проблема автопрома какая? Что туда вкладывали триллионы рублей в течение десятков лет. Таможенные пошлины держали десятки лет и сейчас держат. Помогло это российскому автопрому? Нужно прекратить там коррупцию и нужно нормально взаимодействовать с международными компаниями. Мы отстали бы с автопрома. Но это факт. Мы отстали. Поэтому только взаимодействие с ними, совместные заводы, только это поднимет российский автопром. Давайте с этой стороны вопрос. Вопрос в столетии Великой Октябрьской социалистической революции. И вопрос. Признаю ли я революцию как путь решения проблем? Что завтра делать? Что завтра делать? Сразу 5.11.17. А значит, давайте сначала определим, что такое революция. Вот если завтра чиновники в России перестали воровать, это революция. По мне так революция. Это революционное изменение. Если завтра мы подняли минимальную зарплату до какого-то приемлемого уровня, это революция. В России это революция. За счет чего? За счет снижения коррупции. Говорю же, толдычу, е-мое. За счет чего? Воруют 3 триллиона каждый год. И каждый раз мы прибегаем за счет чего? Не надо красть эти деньги. Поэтому мы все сможем сделать. Я коррупцию буду снижать, ведя прозрачную систему государственных закупок. Я коррупцию буду снижать, ведя 20-ю статью Конвенции ООН. Конкретный вопрос к вам, дорогие мои друзья. Вы знаете о том, есть у вашего мэра жена или нет? В декларации ее нет. В декларации ее нет. И имущества ее в декларации нет. Но тем не менее, ваш мэр дает интервью. Она с ним появляется. То есть мы понимаем, что жена есть, имущество есть, а в декларации нет. Вот это и называется коррупция. Снижая эту коррупцию, мы получим много денег. Много денег. И это и будут революционные изменения. Но никакой крови, ничего такого не возникнет. Поэтому я считаю, что к революции сейчас толкает нынешняя власть. Потому что она же сожимает людей. Она не дает нам ни митинг провести. Ничего сделать она нам не дает. Поэтому она подталкивает людей к бунту. Но если доходы населения падают пятый год подряд, вот так рано или поздно люди попрут на улице. Им есть нечего. Невозможно жить просто с этим. Невозможно. Поэтому если они не будут пускать нас на выборы, тогда революция случится. А так она не нужна. Мы просто выиграем у них и все. Да, вопрос. Что с религией? Налогообложение? Сделайте кредит на амнистию. Не устал. Не от нас на ура. Погодите рано еще говорить ура. Но штука такая с кредитной амнистией интересная. С одной стороны, ну невозможно провести кредитную амнистию. Мы просто всем простим все долги и рухнет банковская система. С другой стороны, мы же видим, что кредитная амнистия идет. Только она распространяется на кого? На других. На банкиров банк открытия грохнулся, триллионы рублей дают. Бинбанк грохнулся, дают им деньги. И мне говорят, алло, владельцы Бинбанка, вы купили все пятизвездочные гостиницы в Москве. Ну, продайте. Вы разорившиеся банкиры. Вы должны стать бедными людьми. Никто им этого не говорит. И всем дают огромное количество денег. Поэтому, де-факто, у нас банкирам отдают триллион рублей. Кредитная задолженность всех граждан России это 11 триллионов. Поэтому, вот вместо того, чтобы давать бинбанкирам открытие всем остальным, тогда уж лучше отдать эти деньги какому-нибудь Коле, который купил холодильник в кредит и просто не может за него выплатить. Поэтому я считаю, что либо всем кредит нам есть, либо никому, включая тех самых коррумпированных банкиров. Человек поднимает вижу паспорт. Как я буду помогать людям, у которых нет регистрации? А я отменю регистрацию. Не нужна регистрация. Никакая регистрация не нужна. В России есть проблемы с миграционной ситуацией, но я говорю, что я беду визовый режим по странам Средней Асии. Меня многие стараются критикуют, но я говорю и повторяю, и буду повторять, что я беду визовый режим со странами Средней Асии. Всех люблю. Это нужно делать. А вводить регистрацию не нужно. Это какая-то глупость. Это просто странная, никому не нужная вещь. Вопрос. Буду ли я создавать коалиционное правительство с представителями разных партий, если я стану? Нормально. Но... Но... Продолжение следует...